Дорогие братья и сестры, от всего сердца хочу поздравить вас с Рождеством Христовым и наступающим новым 2021 годом. Великий Бог, превознесенный на престоле славы, пришел в этот мир и прикоснулся к нам своей любовью. Вечное Слово, оно стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Милость опустилась на землю, прощение стало доступным, благодать и любовь Божья покрыла народы. Великая радость до ныне возвещается всем людям, и Иисус родился, чтобы навсегда избавить человечество от греха, от рабства и безнадежности. Рождество – это праздник искупленных, это праздник спасенных, это праздник помилованных и прощенных Богом людей. Друзья, нам есть чему радоваться. Я хочу вместе с пророком Исаи воскликнуть «Эммануил», с нами Бог, с нами Его любовь и прощение. Через несколько дней мы будем провожать 20-й год. Он уходит в прошлое, становится историей. Да, этот год был непростым, но я хотел бы, чтобы мы вспомнили, сколько благословений, сколько милости и любви мы приняли от нашего Бога в прошедшем году. В этот день я снова хочу высвободить слово от Господа, которое говорит «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобой, и придут народы к свету твоему и цари, к восходящему над тобою сиянию». Это пророческое слово для тебя, Церковь. Что бы ни происходило вокруг, давайте будем держаться исповедания нашего неуклонно. «Держись за Божье обетование, ведь Он с нами, и Он в нас пребывает Духом Святым до скончания времен». Друзья, я хочу призвать вас начать 21-й год с поста и молитвы. 4, 5 и 6 января наша Церковь объявляет трехдневный пост и молитву. Обращаясь к истории, мы видим великих мужей и жен Божьих, которые смирялись в постах и молитвах перед Богом для достижения наивысших целей в своей жизни. Пусть этот новый грядущий год начнется с глубокого смирения и глубокого познания воли Божьей. Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным Он дает благодать. Бог отвращает свое лицо там, где есть гордыня и высокомерие, заносчивость и тщеславие. Там, где присутствует надменность и самолюбие, там нет Бога. Однако же Писание говорит, Он смиренным дает благодать. Смиренных Он почитает своим присутствием. Я верю, пост – это хорошее начало Нового года. Присоединяйтесь и будьте благословены, дорогие. Пусть Божья благодать окружает вас в эти дни. Еще раз с праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова